Знаете, сегодня особый день, возможно, вы об этом не знали, но сегодня большинство христиан мира, или, по крайней мере, многие, отмечают День Сирот, Orphan Sunday, может быть, вы слышали, пересекались. Когда-то он официально зародился в Африке в 2012 году, и сейчас это уже более распространенное явление. И мы сегодня, я бы хотел вместе с вами тоже отметить этот праздник. И сегодня праздник, наверное, день, это не праздник. Это день, в который мы обращаем внимание на эту нужду. Нужда. Дети-сироты. Немного статистики в нашей стране, в которой мы живем. Есть система так называемая faster care, может быть, слышали, это система приемных семей. Это когда ребенок оказывается по разным причинам без родителей, будь то они неадекватные, может быть, алкогольная зависимость, наркотическая зависимость, то есть, возможно, родители попадают в тюрьму, и ребенок, чтобы не идти в сиротский дом, его распределяют по приемным семьям на время, пока родители не восстановятся и не смогут взять назад этого ребенка. Часто эти дети остаются в этой системе годами и вырастают. Кого-то потенциально могут усыновить, но это очень большая система. В этой системе в Америке находится 400 тысяч детей. На данный момент в Америке 400 тысяч детей по разным причинам своими родителями не могут быть, а может быть, их и нет. Большинство из них разобраны по домам, и у них есть временные родители. Но около 100 тысяч постоянно в ожидании кто-то их должен взять. Они постоянно в ожидании. В Калифорнии статистика примерно 55 тысяч в системе фастер-кер детей находится. И около 2000 сейчас, на данный момент, ожидают временного пристанища. Это глобальная проблема. Это не только касается Америки. Это касается в Африке. Это серьезная проблема в Африке. Серьезная проблема в Европе, в Азии, везде. По разным причинам дети оставлены. Это не новое явление. Это не первый год. Вот. Проблема существует. Проблема существовала тысячи лет. Мы, как верующие, не можем остаться в стороне от этой проблемы и просто избежать, сказать, ну, это нас не касается. Потому что Библия об этом говорит. Я хочу сегодня вместе с вами обратиться к Писанию, посмотреть, а что Бог говорит по этому вопросу. Вопрос детей без родителей. Я приглашаю вас открыть ваши Библии на Псалом 67. Мы прочитаем 1,6 стих. Псалом 67,6. Очень простое предложение, очень глубокое. Отец-сирот и судья-вдов, Бог во святом своем жилище. Еще раз. Отец-сирот и судья-вдов, Бог во святом своем жилище. О чем этот Псалом? Понятное дело, мы не можем вот так взять из контекста, вырвать один стих. Я хочу, чтобы мы посмотрели контекст и почему важен этот стих. Смотрите, начинается этот Псалом, начальник хора, Псалом Давида, знакомая нам личность, любим Давида. Песни. «Да восстанет Бог, и расточатся враги его, да бегут от лица его, ненавидящие его, как рассеивается дым, ты рассей их, как тает воск от огня, так нечестивый, да погибнут от лица Божия». Начинается контекст. Контекст такой. Давид просит о защите. Есть разные нехорошие люди. Люди, которые причиняют боль, вред, обижают. И он просит у Бога защиты. Уверенно, понятно, и он знает, что Бог ответит. Он настолько знает, что Бог ответит, что звучит следующие два стиха, 4 и 5. «А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости». Дальше он говорит, «Пойте Богу нашему, пойте именем». Подожди, еще он только озвучил просьбу 1, 2, 3 стиха. «Господи, услышь, помоги нам». Он говорит, «Все, поем». «Пойте Богу нашему, пойте именем, превозносите шествующим на небесах имя Ему, Господь, и радуйтесь пред лицом Ему». Он уже уверен. Все, начинаем праздник. «Начинаем праздник», Бог ответил. «Подожди, ты только что озвучил, подожди хоть немножко». Он уверен настолько в Боге, он начинает поклоняться Господу. Еще один текст, чуть ниже, 20-й, говорит о том, что Бог действительно производит это. Он отвечает. «Благословен Господь всякий день». Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог спасает. У Него есть практика этого. Господь ни день, ни два, ни три, Он постоянно спасает Давида, его народ, и Он уверен в этом. Возникает вопрос, справедливый вопрос. Бог нас избавляет, мы к Нему прибегаем, просим, мы уверены в Нем, начинаем поклоняться, Он точно нас избавляет. Вопрос, почему, на каком основании? На каком основании Он это делает? И здесь звучит этот шестой стих. У нас с Богом близкие отношения. Он Отец. Он судья, Он защитник для вдов во святом своем жилище. Другими словами, мы Его семья, Давид объясняет, говорит, мы Его семья, поэтому мы просим, поэтому уверенно отвечает, Он действительно освобождает, потому что мы Его семья. Вот контекст этого стиха. Итак, смотря на этот стих, я хочу в первую очередь определить проблемы. Мы коротко об этом поговорим, больше мы поговорим о решении этой проблемы. Проблема, она понятна всем. Статистика говорит серьезно. Очень много детей оказывается без родителей. Итак, начнем с проблем. Какие проблемы здесь освещает этот текст? Отец, сирот и судья, вдох. Начнем с простого слова сироты. Первое, это дети, это люди, у которых нет родителей. Дело в том, что этот текст, дословно, это слово, если вы пользуетесь сейчас английским переводом, там написано father of the fatherless. Fatherless. То есть, безотцовщина. Это когда ребенок не имеет отца. Дословный технический термин здесь для сироты без отца ребенок. Оказывается, переводчики не ошиблись. Они взяли и перевели вместо безотцовщины сироту. Дело в том, что они передали контекст того времени. Если у ребенка умирал или уходил или терялся каким-то образом отец, общество воспринимало это сирота. Мать не справится. В то время матери прокормить, она не имеет никаких шансов на выживание. Все зависело, все привязано было к отцу. Отца нету, круглая сирота. В то время культура и все было построено на отце семейства. Есть отец и есть будущность. Отца не стала сиротой. Мать есть, но она не сможет прокормить. И все это понимали. Мать одна не справится. Возможно, если дети, сыновья чуть постарше, они как-то возьмут на себя ответственность. Если они малые, все. Это серьезная проблема того времени, проблема выживания. выживания. Проблема выживания. Бог говорит, я отец этим сиротам. Почему такая проблема возникает? Библия говорит очень просто. Первое. Если отец умер, значит, это проблема греха, который привел к смерти. Это все началось еще с Адама и с Евы. Когда Адам и Ева согрешили, грех вошел, смерть вошла, и поэтому этот текст нас сразу напоминает, мы живем тогда, когда нужный папа, нужный отец в расцвете сил оставляет, уходит из жизни. Это результат. Это результат греха. Но здесь второе нам нужно проследить, это и уже в то время проявление греха еще. Не только результат греха. Результат греха смерть. Был отец, умер. Но проявление греха, это когда родитель, отец оставляет семью. И тогда это было развод, неверность, любовь ко греху, наркотик, алкоголь, насилие, безответственность отца не стало по этим причинам. Не только результат греха, но и проявление греха приводило к тому же самому результату. И дети в то время оставались сиротами. Пользуясь возможностью, я хочу больше теперь на второй элемент сироты, это нет воспитания. Проблема тоже. Дело в том, что это наверное большая проблема даже сегодняшнего времени, то что возможно у детей есть оба родители, и папа дома, и мама дома. Но они помимо того, что одевают и кормят, не вовлечены в жизнь своих детей. Они не отсутствуют. И об этом очень много написано. Я когда зашел вчера, просто посмотреть на гугл, напечатал столько много разных душераздирающих писем. Дети пишут своему отсутствующему отцу. Он живой, он рядышком, но он отсутствует. И дети пишут письма. Вы просто почитайте. Это крик души. Я хотел, у меня сохранило одно письмо. Это серьезная проблема, когда папа рядом, но он не вовлечен в жизнь детей. И остановить этого ребенка, сказать, слушай, у тебя есть папа? Честно, нету. Я сирота. Нет, я одет, я накормлен, но обо мне никто не заботится. Никто не переживает, никто не вовлечен в мою жизнь. Какие решения принимаю? Правильные и неправильные. Почему? Возникает вопрос, почему родители заняты карьерой, бизнесом, материализмом? Работа вытеснила семью. Материализм это враг семьи, действительно враг. Вторая причина лень. Физически ленивы, потому что отец, отработав на производстве, нужно же еще наприться и что-то сделать со своим ребенком, хотя бы заставить себя выслушать его, хотя бы задать пару вопросов, хотя бы как-то поиграть, хотя бы что-то вместе сделать, хотя бы открыть ему что-то прочитать. Это требует усилий, ленность. Духовная ленность тоже, потому что это требует упражнений, это требует себя поставить в пример сынишки. Конечно же сложно, это требует от меня каких-то изменений, мне нужно расти, мне нужно меняться, поэтому я просто избегать буду детей, спрячусь в своем гараже. Или у вас офис, или где вы прячетесь. И последняя причина это ненаученные ответственности. Об этом не говорится. Общество, мы заберем вас, государство с удовольствием заберет всех этих детей к себе, лишь бы воспитать по-своему. И поэтому родители, ну слушай, тут столько разных программ, сбросим туда, завезем туда, сбросим туда ребенка, сбросим туда, и сбрасывают ответственность на кого угодно, но не на себя. В таких семьях дети не получают наказаний. Какие наказания? Как следствие, они недисциплинированы. Очень часто это наблюдается, когда ребенок просто недисциплинирован. Это сирота, хотя папа с мамой рядышком сидят. Сирота. Они не получают направления в жизни, поэтому, когда вырастают, начинают принимать неправильные решения, потом говорят, где вы? Нету поддержки, и они начинают искать поддержку не там. дочь начинает искать поддержку не у отца, потому что ее нету, а у друга, а ей всего 15. Это серьезная проблема. Третья проблема, которая здесь, этот текст высвечивает, отец, сирот и судья, вдов. Нет защиты, нет родителей, нет воспитания, нет защиты. Город без стен. Это вторая фраза, говорит, судья вдов. Вдова, как только человек слышал в Ветхом Завете вдова, это как город без стен. Она полностью не защищена. Интересно, Библия много говорит о вдовах, но не о вдовцах. Дело в том, что мужчина, оставшись один, мог спокойно без проблем этот решить вопрос пойти жениться заново. И это было намного легче сделать ему самому прожить, самому прокормиться, самому как-то двигаться в конце концов или же начать новую семью. Для вдовы это почти конец дороги. И поэтому Бог, видя эти две самые слабые точки в обществе сироты и вдовы, он говорит, я для них, я за них. В чем главная сложность того времени для вдовы? У нее нет шансов на выживание, нет защиты, полное одиночество. И очень часто это не замечается, но я хочу, чтобы вы на это обратили внимание. Есть одна книга в Библии, которая вскрывает проблему вдовы, одной и второй. Вы помните, да? Книга Руфь. Когда Наиминь потеряла своего мужа, умер, потеряла обоих своих сыновей, без мужчины осталась одна. возвращается назад в Вифлеем и многие упускают о том, что она пришла и пошла сразу, заполнила на Уэлфр. Возле входа в ее дом выстроилась очередь желающих ей помочь. Ничего подобного. Никто пальцем не пошевелил. Руфи приходится идти подбирать остатки семян на полях, потому что жить не выживешь. люди упускают о том, что Наимине Руфь никому не нужна была. Никому, кроме Бога. Это серьезная ситуация. Очень часто мы просто пробегаем так скользь. Но проблема не только вдовы, а одиночество. Я хочу шире на этот текст посмотреть. Вообще проблема одиночества очень слабо освящена в церкви. Как-то ожидается, что у тебя сразу семья будет. Ты в церковь пришел? Знаете, в Америке в 2014 году перевалил процент одиноких взрослых людей за 50%. Другими словами, взрослых людей в Америке сейчас больше, которые не семейные без семьи, чем семейных. Но об этом мало как-то говорится. И мы с этим соприкасаемся. Больше людей, которые не имеют ни мужа, ни жены, ни детей, ни родителей, чем те, которые имеют. Статистика. И мы как церковь не можем закрывать на это глаза. В наше время, конечно, возможно, это не вопрос выживания, как у Наимини Руфь. Когда ты один, значит, это все, по полям ходишь и собираешь семена, зерно. Нет, вопрос, возможно, сейчас не выживания. Сегодня вопрос намного болезненнее, потому что это вопрос предвзятости людей к этим людям. А, ты еще не имеешь семьи? Наверное, что-то неладное с тобой. пренебрежение, подозрение, ты, наверное, какой-то не такой, раз ты не имеешь семи. Тебе сколько? 22? И ты еще не имеешь семи. А чем увеличивается время, тем подозрительнее люди начинают смотреть на таких людей. Или же оказался после развода, или вдовой, вдовец. На этих людей почему-то предвзятость какая-то. Это проклятые, наверное, люди. Кто-то так конкретно говорит. Вопрос осуждения, презрения к этим людям. Эти люди не приглашаются в общение. Зачем? Мы с семьей собираемся. Эти люди несут на себе определенное даже в некоторых кругах клеймо. А, один? А, одна? Ну, люди об этом, может быть, так не говорят, но разговаривая, общаясь с людьми, которые в этом положении, молодежь или постарше, которые не имеют семьи, они признаются, они ощущают оставленными обществом. И порой возникает вопрос, сложнее ли этим людям сейчас, когда их сторонятся выжить сейчас, нежели на имени Руфи, когда им реально нужно было как-то себя прокормить. Порой вот эти эмоциональные раны болезненнее, больнее бьют, чем голодный желудок. Итак, это проблема, которая вызвечивает этот текст, но этот текст не останавливается на этом, слава Богу. Библия вскрывает проблемы, проблемы наших сердец, проблемы общества, но навсегда решение приносит. Итак, какое же решение? Решение очень интересное. Начнем с первого. Первое решение это Бог Отец. Бог так и говорит. Отец сирот Он является Отцом. Бог любит таких людей, Бог заботится о таких людях одиноких. Самый главный вопрос, когда я исследовал, почему? Когда люди заходят в детский сиротский дом и выбирают, кого они возьмут себе, я сталкивался с людьми, которые занимаются фастер-кейр, и они тоже смотрят на возраст, на ребенка, на бэкграунды, и потом выбирают, мы вот этого возьмем, эту не возьмем, этого возьмем, этого не возьмем. Люди каким-то образом на какие-то факторы все-таки обращают внимание, мы женимся, замуж выходим, мы же тоже на какие-то факторы, ну признайтесь честно, понравилось, какой сильный парень, выхожу за него замуж, какой умный, какая красивая, и так далее. Мы как-то обращаем на эти внимание. Когда Бог смотрит на сироту, от которой общество однозначно, это не перспективно, это не перспективно, это же на хлебнике. Бог выбирает как раз так. Я уже приводил пример, когда мы играем в футбол, и два капитана сначала начинают выбирать себе команду из всех общих, кого они выбирают сначала? хромых, слабеньких, в футболе вообще некомпетентных, да? А потом уже выбирает самых перспективных игроков, потому что я хочу выиграть. Если бы так Бог подходил к вопросу отношений с людьми, нас бы здесь не было, потому что здесь здание полное духовных сирот и коллег, которые сказали, нет, ты будешь на моей команде. И само это решение уже вселяет надежду. Меня? Да. Наверное, вы часто стояли скромненько, разобрали всех, ну ладно, иди ты тоже мою, будешь подавать нам воду в перерыве. А Бог говорит, нет, нападающий, ты у меня нападающий. Сирота, заходи. Бог имеет особое сердце к сиротам и вдовам. Второе, Бог судья. Опять же, если вы пользуетесь английским текстом, там переведено он защитник, протектор. Судья, правильный перевод, но судья, который не просто вынес вердикт, сказал, виноват, не виноват, нет, тот, который ты не виноват, ты виноват, я пойду заступлюсь за тебя, я подставлю плечо, я твой защитник, я люблю тебя, я позабочусь о тебе. Самая лучшая иллюстрация, опять же, те же Наиминь и Руфь, те же Наиминь и Руфь. Их оставили все, и Наиминь в первой главе признается, не называйте меня Наиминь сладенькой, нет. Как? Кто помнит? Мара, Мара, горенькая, горькая, горькая. Почему? Потому что она пришла, она сказала, горько, потеряла мужа, потеряла двух сыновей, никто не помогает. Пришла, она вэлфер заполнила, а вэлфера и нету. Никому не нужна. И она вдруг признает такой факт, ошибочный факт, это не факт, это она себе внушила, я оставлена, я оставлена, Бог мне взял просто и наказывает. к концу книги Бог ей открывает глаза, говорит, не, не, я тебя не оставил. И смотрите, как Бог делает. Я хочу, чтобы это увидели все, кто чувствует сегодня себя сиротой, вдовой, одним, одиноким. Бог уникальным образом начинает действовать, когда Наиминь этого не видит. Он берет руфь, мавитянку, которая не должна идти с нею, для которой пойти, оставить своего отца и мать, у которых можно прожить, потому что папа позаботится. Она идет на риск, оставляет своих родителей, идет на риск, на голодную смерть жертву ради Наимини. Кто ее заставил? Наиминь, наоборот, ее отговаривают, уйди, уйди и вернись назад. Бог положил на сердце, потому что Бог так усмотрел, что через руфь он отремонтирует жизнь Наиминь. Когда они приходят, никто им не помогает, она выбирает, говорит, надо идти, надо кормиться же. Выходит на поле и случилось, кавычки, случилось, что это поле было вооза. Кто этим всем управляет? За этим всем стоит Бог. Он играет в шахматы. Он играет. Он расставляет все, она приходит. приходит в ооз. Должен ей помогать? Нет. Бог вложит ему на сердце, ты никуда не уходи, работай здесь все время. Никуда, я тебя еще подкармливать буду. Должен? Нет, не должен. В Моавитянка. Когда она потом делает ему предложение, должен ему ей сказать да, нет. Но Бог располагает ее сердце, его сердце. Когда он решает этот вопрос у ворот и говорит, есть ближайший родственник, который должен в принципе взять и позаботиться о Наимине, выкупить землю и взять замуж Руф, тот родственник, перспектива хорошая, но делает шаг назад. Кто этим всем управляет? Риск большой. Да. Тот шаг назад. Ваос тогда говорит, я тогда женюсь. Когда они женятся, Руф, которая прожила с мужем, с первым и не имела детей, вдруг сразу же рождает. Откуда все это происходит? И в конце Наиминь ходит, нянчит и говорит, все говорят, это действительно от Бога. Откройте, пожалуйста, книгу Руф, раз мы уже столько говорим о ней. Книга Руф, 4 глава, 13 стих. Книга Руф, 4 глава, 13 стих. И взял Ваос Руф и она сделалась его женою. И вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, она родила. Господь дал. Вы говорите, что Господь в стороне? Я одинокая, Бог во мне не заботится. Господь там. Он постоянно там был все это время. На поле он был там, в Моаве он был там, в Вифлееме он там. Она родила сына. И говорили женщины на имени, Благословен Господь, что он не оставил тебя. Он не оставил тебя ныне без наследника. И да будет славно имя его в Израиле, он будет тебе отрадовать, питателем в старости твоей. Ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей. И взяла на имя дитя свое, и носила его в объятиях своих. И была ему нянькой, соседи, нарекли ему имя, и говорили, у на имени родился сын, и нарекли ему имя Авид. Он отец Иисея, отца Давидова. Бог не просто решает проблему, а он глобально вплетает эту историю в жизнь царя. Не просто Давида, будущего царя, потому что Давид про отец Иисуса Христа. И Бог не просто оставил, разрешил немножко проблему, он глобально разрешил проблему. Эта история, это кусочек истории искупления. Бог защитник для одиноких, для сирот, для вдов, Он рядом всегда. Потенциально вы, возможно, думаете, нет, я сейчас чувствую как на имени, которая полна горечи. Нет. Писание возвращает нас к этой очень важной мысли. Божье провидение работает. Божье провидение работает. Доверься Богу. Третье составное решение. Бог свят. Бог свят. Отец сирот, судья или защитник вдов, Бог во святом своем жилище. Почему святость? Когда я исследовал, я хотел сюда как-то включить лучше милость, поверьте, лучше любовь. почему святость? Почему вдове, почему одинокому, почему сироте нужна святость Божью, а не милость даже и любовь? Кажется, ведь ему же надо согреть его любовью. И Бог говорит, я отец во святом, я судья во святом жилище, я свят. Почему? Что такое святость? Возможно, вы впервые в церкви сегодня и услышали слово святость, думаете, что это такое? Если упростить, это отделенность от греха. Есть грех, а человек, который свят, он отделен, он не смешан, он не грешит, он удаляется от греха, удаляется от зла, от всего аморального. Это полная моральная чистота. Если говорить о Боге, Бог свят, это значит полная моральная чистота, там без изъяна все. Так вот, чтобы понять, почему одинокому человеку нужно проповедовать святость, я хочу сначала обратить внимание на параллельную мысль, которую мы увидим в Псалтаре 118. Откройте, пожалуйста, 118 Псалом, 140 текст. Слово Твое, речь идет о Слове Божьем, весь Псалом говорит о Слове Божьем, о Библии, то, что Бог передает людям. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Слово весьма чисто, это очищенный металл, абсолютно чистое золото. Слово Твое весьма чисто, человек соприкоснулся с чем-то, что, в чем нету изъяна, нету нечистоты какой-то, в кавычках, нету греха в металле в этом, там нету примесей никаких, он это увидел, и у него естественная реакция любить. Когда мы сталкиваемся с чем-то совершенным, чистым, идеальным, абсолютно, абсолютно чистым, мы влюбляемся. Наверное, здесь как раз мужья обратятся к женам и говорят, вот почему я тебя полюбил. Ну, конечно же, когда влюбляются в молодые, они что видят? Идеал. Лучше не может быть. Потом со временем они немножко заметят примеси в этом металле. Ну, нужна будет благодать, любовь. Но вначале это вот действительно ощущение «нашел чистый металл». В этом нет особо плохого. Если человек понимает, что это первое ощущение, первое впечатление, нужно понимать, что каждый человек несовершен. Но мы по своей природе восхищаемся прекрасной картиной. У нас недавно были выставки картин. Прекрасная, просто захватывает. Когда вы встретите какой-то алмаз, какой-то прекрасный закат, вчера был красивый красный закат, уникальный гол какой-то в конце концов в игре, и вы хотите проиграть, вы еще раз посмотрите, увидите. Мы восхищаемся совершенством. Когда это чисто, когда это красиво, когда не подкопаться, мы естественно это любим. Мы хотим об этом другим сказать. Есть два текста в Библии, которые открывают святость Божию. Мы часто к ним возвращаемся. Они объясняют святость Божию. Я хочу обратиться еще раз к этим текстам, но посмотреть, какую естественную реакцию они производят в тех, кто видит эту святость. Первый текст это пророк Исаия, 6 глава, известные нам всем слова. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенным, и края рис его наполняли весь храм, вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывали каждое лицо свое, двумя закрывали ноги свои, двумя летал. Зачем закрывать? Зачем прикрываться? Дело в том, что они стояли перед святостью. И взывали они друг ко другу, говорили, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы его. И поколебались верхи врат от глаза восклицающих и дом наполнился курениями. Восклицающие взывали, прославляли, поклонялись. Дело в том, что как только кто-то соприкасается со святостью Божией, они не могут равнодушно стоять. О, святость Божия, пошел дальше заниматься. Серафимы, это просто неестественно. Заметьте, заметьте здесь, никто этим Серафимам не передает указания, пожалуйста, сейчас ваше время, Серафимы, сейчас проповедь закончилась, сейчас группа прославления Серафимы, вы поете. Никто им не дает расписание служения. Они просто увидели святость Божию, соприкоснулись с славой, они начинают петь. Может быть, это не по порядку. Даже если вы сегодня, размышляя славой Божией о святости, вдруг захотите петь во время моей проповеди, я не обижусь. Пойте. Если вы действительно видите святость Божию, потому что действительно восприятие святости Божией делает тебя естественным поклонником, что-то ухватывает тебя, захватывает тебя так, что ты забываешь, кто ты, где ты, и что, может быть, не по порядку сейчас богослужения. Петь. Но я хочу петь. Вот что делают Серафимы. Книга Библии заканчивается откровением. Иоанн пишет откровение. В четвертой главе подобная ситуация происходит, и подобнейшая реакция, такая же реакция. Четвертая глава, послание, откровение, книга откровения, с восьмого стиха читаем. «И каждая из четырех животных имела по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имели покоя, взывая, свят, свят, свят Господь Бог Сидежитель, Который был, есть и грядет. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда двадцать четыре старца падают. Стоп! Кто им это говорит? Где опять это предписание? Где это повеление это делает? Да никто, никому не повелевает, потому что они увидели святость Божия, они падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря, достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. Естественное поклонение. Они увлечены. Они увидели что-то чистое. Они увидели что-то совершенное, что-то очень красивое. Святость Божья увлекает. Решение одиночества, сироты и вдовы, это даже не физически пойти покормить и помочь. Этот текст приоткрывает, говорит, не-не-не-нет, им надо Бога увидеть и Бога Святого. И очень многие программы социального служения церквей упускает этот момент. Они просто идут, кормят. Они просто говорят о любви. Они просто помогают, не решая самого главного. Они опять вернулись в свое одиночество. Ну, с сэндвичем в руках теперь. Ну, проблема-то не решена. И Бог решает ее глобальным образом. Говорит, посмотри на меня, сирота. Посмотри на меня, одинокий человек. Это сильнее на него действует, чем помощь. Это принципы, которых нам надо говорить сегодня. И последнее решение, четвертое. Бог на небе. Отец сирот, судья вдов, Бог во святом своем жилище. Речь идет, многие комментаторы сходятся во мнении, что речь идет о небесах. Там, где обитает Божья святость, слава, наполняет небеса. Что это значит, когда мы встречаем в Писании Бог на небесах? Если коротко, когда мы слышим Бог на небесах, значит, Бог имеет власть. Он над всем. Восседай, над всей вселенной, над всей землей, все подвластно ему. Когда он говорит, я на небесах своем жилище, все подвластно, наимень, рувь, все поля, все люди вокруг вас, кому надо расположу сердце, кого надо подвину, кого надо направлю, кого надо отвергну, я буду управлять ради вас. Я всем управляю. Бог имеет власть. Вторая очень важная мысль. Это означает, что Бог действительно на небесах, а нуждающийся на земле. И поэтому он будет заботиться, будучи на небесах, заботиться о тех, кто на земле, через таких же, которые на земле, через агентов своих, через нас с вами. Вот здесь и наша роль. Если Бог на небесах, и Он всем управляет, а мы Его агенты здесь на земле, мы Его рабы здесь на земле, то Он свое дело будет выполнять через нас. Вот только теперь доходит дело до нас в конце концов. Бог идет первый, проповедь о Нем, взгляд на Бога, и только теперь, так как Он на небесах, для нас есть роль. Якова, первая глава, 27 стих. Чистое и непорочное стоп, где-то уже знакомое что-то, да? чистое и непорочное. Красивое, да? Красивое без примесей, что это? Пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от вера. Святость и рядышком идет заботиться о сиротах и вдовах. Это истинное христианство. Это то, что делает церковь красивой, привлекательной. Итак, как это практически возможно применяться сегодня нами в наше время? Возможно, нам нужно как церковь и каждому индивидуально серьезно размышлений, серьезно помолиться о foster care, а может быть усыновлении, может быть быть временными, приемными, родителями, а возможно усыновить. Это дело церкви. Второе, возможно серьезная молитва за таких людей. Вы знаете, дети оставлены родителями, вы знаете о вдове, о вдовце, вы знаете о человеке, который одинок, не вышел замуж, не вышла замуж, не женился. Возможно, для вас взять этого человека на реальную молитвенную поддержку. Господи, откройся этому человеку, дай, чтобы они созрецали Твою святость, чтобы они были увлечены, чтобы они преклонялись пред Тобой. Третье, вполне возможно, это финансовая поддержка нуждающихся одиноких людей. Одинокие матери нуждаются в поддержке. Молитесь, размышляйте, Бог направит вас увидеть эту нужду. Мы уже говорили в прошлое воскресенье об этом Angel Tree Ministry. Мы как церковь участвуем в этой программе уже не один год. Каждый год церковь готовит подарки для детей, у которых родители в тюрьме. В основном это отцы, которые в тюрьме, мать-одиночка, и они попадают в такую систему служения Angel Tree. И церкви разбирают такие семьи. Мы берем пару десятков таких семей, и эти дети нуждаются в определенном внимании. Возможно, Бог расположит ваше сердце вот в это Рождество приготовить подарок, послужить этой семье, рассказать им о Христе. И последнее, и, наверное, в этом мы можем и должны, наверное, все участвовать, это оказать внимание одиноким в церкви. Сегодня здесь не ошибусь и скажу, хотя бы один есть человек, который чувствует себя одиноким, а, скорее всего, намного больше. Приглашайте таких людей к себе в свои компании, в свои встречи, общения, просто на ужин, просто домой, просто посетите, чтобы они чувствовали себя в семье, чтобы они чувствовали себя частью Божьей семьи.